Ну что, вчера был снег, 13 марта, а сегодня 14 марта, снега нет. Он выпал таким тоненьким слоем. И что вы думаете, какое время года? Весна! Весна, весна. Я утром проснулась, посмотрите, вот так, все в снегу. Сегодня 13 марта, и рано утром, так, холодно, мороз по-прежнему, лежит снег. Так, клиентский садик в снегу, а я-то думала, что весна, и вообще я уже посадила пионы на улицу. Правда, хорошо, что я их укрыла, так что они в защитном домике. Ну, сколько градусов, я не знаю, пойду посмотрю, может, минус сколько. Ну, вот так. А мы ждали весны, а пришла зима. Так часто бывает. А за окошком зима, весной. К утру растаю. Да, снег. У нас тут март прошел, 8 марта прошел. Смотрите, какие красивые гиациды. Обзор по саду будет таким. А сейчас посмотрим, мы пройдемся по саду. Давно мы этого не делали. Зимой ничего было не видно, а сейчас весна. Сегодня первый день, и обещают плюс 8, может, плюс 9. И неожиданно выходит солнышко. Оно сквозь тучки нам говорит о том, что скоро-скоро все потеплеет. И скоро проснется все вокруг. А сейчас обзор по саду. Вы на нас соскучились. И я соскучилась по обзору по саду. И увидеть хотя бы какие-нибудь растюшечки. Здесь у нас осыпалась вся лиственница. Потому что лиственница осыпается. Посмотрите, сколько на ней шишечек. Каждую зиму она осыпается. А каждую весну она просыпается. И скоро будем делать обзор по саду. И на ней будут уже появляться зеленые-зеленые такие иголочки. А сейчас, если мы рассмотрим, то на ней вот такие шишечки. Посмотрите, какие шишечки. Такие красавчики. Такие маленькие шишечки. Я делаю декор с этих шишечек. И могу оформлять какие-нибудь интересные штучки. Я вам раньше показывала в роликах. Смотрите творчество, где там есть это. А сейчас мы посмотрим, что осенью засыпала всю траву вот такими иголочками. Вот эта лиственница, она так осыпается. Если вы будете садить лиственницу, не бойтесь. Она вот так осыпается. Это хвойник, который осыпается. И поэтому мы потом должны были по осени собрать это все грабельками. Но мы не успели, потому что потом выпал самый большой снег, огромный. И он долго-долго лежал, наверное, целую зиму. Поэтому некоторые растения очень хорошо сохранились. Потому что минус 30 в этом году не было. Может, было один раз минус 22, 21. Минус 30 ни разу не было. И вот такая хвоя красивенькая осенью прямо выпала таким красивым слоем. Вот, смотрите, даже травинки не видно. Это все надо взбудоражить, грабельками пройти. Но если вы не хотите, то потом газонокосилка их соберет. А я вот собрала и несу. Вам покажу, что неожиданно. Вот здесь вот, на этом месте. Обычно я укрывала гортензии. И каждый год они не цвели, потому что тут сильные ветра, и они вымерзали. Вымерзали, но еще рано говорить. Потому что еще впереди могут распуститься вот эти гортензии где-нибудь внизу почечки, если вдруг остались живые. А потом просто стукнет мороз, и они замерзнут. Поэтому я сильно не радуюсь, но я вообще хочу вам показать, что неожиданно не укрывала я гортензию. Я вниз смотрю, и посмотрите, вот здесь живая почечка красненькая. Смотрите. Просто у меня шок. Тут, конечно, все поотмерзало. Вот оно все сухое. Вот вымерзло. Я это все обрежу, но не под ноль. Буду ждать, когда вон там внизу, а вдруг проснутся почечки. Если, конечно, новое солнце и новый мороз не уничтожит их. Вот это хвоя, кстати, которую я собрала, я могу спокойно посыпать под древовидную, нет, метельчатую гортензию. Вот тут спит метельчатая гортензия. Очень красивая, очень-очень красивая. Я потом ее раскрою. Первый год, поэтому я ее укрыла. Вот тут вот она у меня живет. Я потом со временем хочу. Вот там, видите, она... О, даже название есть. Смотрите, смотрите, как здорово. Метельчатая гортензия. Названия нету, просто нет. А, нет, есть, наверное, в конце. Вот. Little Light. Ой, порвалось. Два метра в высоту может быть. Цвет. Желтоватая написана. Little Light какая-то, да? Вот. Вот так я... Пусть хранится там эта записочка. Я в этом году решила вообще поставить такие таблички. У меня все будут растения подписаны. Ну, только розы, пионы, древовидные пионы, и метельчатые, и крупнолистная гортензия будут подписаны сорта. То, чтобы я не потеряла, я знала. Будет у меня такой экспериментальный сад, так как я раньше не собирала название, ничего не знала. А теперь я собираю название и буду стараться свою память тренировать. Так, потому что стукнуло-то 50, и пора браться за свою память. Так, смотрите, вот здесь ничего не выжило. Я ее буду срезать под ноль. Вот. Потому что ни одна почечка не выжила вот в этой гортензии. А вот в той почему-то вызрели. Вызрели пару горты, почечек, и созрели. И перезимовали. Вот. Вот я не успела по осени, видите, убрать, потому что резко наступила зима, резко все засыпало. И не только лиственницу я не успела убрать, но я не успела убрать осыпшую крупнолистную гортензию вот таким слоем. Может, они и грели, кстати. Может, они согревали вот так вот. Поэтому пока еще, если я уберу, то вдруг я ее раскрою, и она замерзнет. Пока не буду убирать. Единственное то, что вот лежит на травке, я могу перекинуть повыше, чтобы это красивый вид был. Вот. И там оставить временно. Конечно, она намокнет, потом будет слизко. Конечно, приятно убирать сухое. Но что поделать? А вдруг я уберу сейчас, и это все потом спортится. Ну, в смысле, вы поняли. Вот, видите, какие сухие. Вот. Ну, тут тоже ничего нету. Вот, смотрите, ничегошеньки нету. Так что ничего не перезимовало. А почему в той перезимовало, непонятно. Может, ветер был. Допустим, с этой стороны был ветер. Он так гулял-гулял, а до сюда не дошел. Но она, во-первых, может, другого сорта. Или, может, здесь и тепленько с этой стороны. Видите? Вот почечка. Вы верите? И я верю. И не верю. Смотрите, даже вот здесь почечка красненькая. Поэтому я даже вот тут хочу ее накрыть, так спрятать. Еще ветер, от солнца. Еще снег, я думаю, выпадет. В прошлом году я посмотрела ролик, я снимала. 28 марта у нас лежал снег по колено. А сейчас снега нет. И это всего лишь 13 марта. Поэтому верьте, не верьте. Но всякие чудеса бывают. Не расслабляемся. Девочки, не расслабляемся. Но наблюдаем за своим садом. Здесь у меня укрыты. И гортензия крупнолистная. И розочка укрыта. И что еще укрыта? Почему покровная розочка здесь? Но тут гортензия хорошо укрыта. Видите? Там и мешок у нее. Все, ничего не раскрываю. Потому что знаю, попробую раскрыть и все. Потом придет неожиданный мороз. Пару дней назад было минус 6. Вчера было минус 4. Ну что ждать мне? Ну это я рассказываю про ночные температуры. Они там к утру начинают сильно нас давить. Здесь у меня штамбовая роза. Она лежит. В прошлом году она хорошо перезимовала. И прекрасно-прекрасно цвела. Смотрите. И в 22-м и 23-м году она прекрасно зимовала. И прекрасно потом цвела летом. В этом году будем тоже наблюдать за ней. Но в какой-то период я видела, что она подломалась. Может быть уже в этом году и она там и погибла. Не знаю. Но там еще древо метельчатая. Нет. Крупнолистная гортензия спрятана вместе с ней. Посмотрим, как они подружились там. Вот тут тоже не укрывала крупнолистной гортензии. Решила, чтобы вход вот здесь вот такой. Он мне будет мешать весной наслаждаться и встречать гостей. И встречать меня, встречать себя. И смотреться такими дудочками. Я решила, что вход парадный такой вот пока. Он не будет здесь наполнен укрытиями. Но мы сейчас пройдемся дальше по саду. И вы увидите, что укрытия у меня все равно спрятаны. И как хитренько спрятаны, я вам тоже покажу. Вот еще входик такой у меня центральный есть. Это здесь у меня итальянский садик я называю. Хотя можно поспорить с разными названиями. Потому что здесь у меня лаванда будет цвести. Вот здесь скамеечка, березка такая. И здесь вот такой мини-дворик. Я его называю итальянский садик. Ну, так придумала и придумала. Смотрите, как я скрыла укрытие. Просто положила лапни наверх. Ну, и там они живут, укрытие. И сильно не бросаются в глаза. Помните, я зимой делала такие украшения на дом? До сих пор, смотрите, все держится. И создает обрамление такое красивое. И мне кажется, это красиво. И не меняется. Вот такое статичное, монохромное, без ярких цветов. Там на балконе, смотрите, у меня стол появился. Это потому, что я там высаживаю пока растения. Пока на улице холодно работать. И там у меня рабочее место. Там, кстати, я высаживала на этом столе в начале весны. Ранункулеса нет. Нет, 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 нет. Ролик морозники. Посмотрите, посадка морозников. Разные три вида я купила. И рассказываю все о морозниках. Тоже можно подкрепить к вам комментариям. Ссылочку на этот ролик про морозники. Вдруг вам интересно. Здесь вот все спрятано. И розы, и гортензии метельчатые. Такие гортензии. Нет, метельчатые я не укрываю. Это другие сорта крупнолистных гортензий, которые не хотят зимовать без укрытия. Ну и около этого входа я решила так вот подпрятать их. И они не бросаются в глаза. Вот, так что вот такой итальянский садик. Выходим мы с него и попадаем уже в сильно укрытия большие, разные. Смотрите, сколько много укрытий. Из-за этого сад не очень опрятный. А представьте, если сейчас вы убрать эти все укрытия. Ну представьте, вот уберем эти все укрытия. И будет сад уже красиво смотреться. Но нет, Таня что делает? Все равно их укрывает. Я тут, конечно, пыталась тоже спрятать их лапником. Вот наверх не поднес лапник. Наверх, чтобы не были видны укрытия. Но их ветер уже со временем раскидал, разнес. Вот, снегом они, конечно, приминались тут. Но вот они, смотрите внимательно, многие лежат наверх лапник. Это для того, чтобы мы зрительно не видели моих укрытий. Вот, так вот. Что вам тут еще рассказать? Здесь должны уже проснуться тюльпанчики. Давайте заглянем и посмотрим. Открываем. Ой, красавчики. Вот эти красивые пумпышечки появляются. Девочки, мы скоро весну встретим. Посмотрите, какая прелесть. Мне так нравится. Раскрываем, смотрим. А чего это тут их я укрывала? Обычно же не укрывают тюльпаны. А чего я их укрыла? Сейчас я вспомню. Может, тут верикс у меня был. И я боялась, что он замерзнет. Я не знаю, почему я тут укрыла. Вот это вот все. Может, для красоты. А может, чтобы тюльпанчиком было тепло. Накидала веточек. Вот я что осенью делала, даже этого не помню. Для чего это делала. У меня тут был вереск, но он погиб. Может, я все-таки спасала вереск? Или что-то другое спасала? Или тут я им флору, фауну делала? Оставлю дальше. Почему? Ну, знаете, они привыкли, что там тепленько. Пусть так и будет. Пусть пощадим их. Еще же не знаю. 28 марта даже не было. На 28 марта всегда было солнышко. И в этом году ждем мы солнышко на 28 марта. Потому что мы любим 28 марта. Смотрите, как красиво просыпаются растения почвопокровные. Просто прелесть. Обожаю их. Кстати, есть ролик про вот эти... Божечки, как же вспомнить эти все растения. После зимы уже все забыла. Суккуленты. Смотрите, вот они. Красавчики. У меня целый большой ролик про суккуленты. И, кстати, людям очень сильно понравился. Столько много просмотров. Так что заходите и смотрите про суккуленты в моем саду. Вот. Хотите, ссылочку тоже прикреплю, чтобы вам долго не искать. Значит, ссылочку про суккуленты прикреплю. А что еще обещала? Про морозники прикреплю. Да-да-да. Ну, еще там пару ссылочек. Можете посмотреть. Вот. Ну, в общем, вот так красавчики. Все такие красавчики. Это карликовая сосна. Я ее стрижгу. Она пока в таком виде непонятном. Но еще все впереди. Так, возвращаемся. Мы куда возвращаемся? К моему кострищу. Вау! Мы, кстати, им попользовались только один раз. Вот такую красоту. Вы посмотрите, как создавалось кострище. Как интересно. Вот это новое местечко такое тайное. Интересное. По контуру я посадила верески. Вот так по контуру. Лаванда по контуру будет свести. Весной будут тюльпаны проснуться. Кстати, ролик про тюльпаны прикреплю тоже. Монохромная посадка. Мы с Дашкой садили. Потом весной. Потом летом лаванда. Вот тут вот по контуру проснется. Потом осенью вереск. Хотя не знаю, как он пережил зиму. Потому что почему-то в этом году вереск грустит. Грустит. Здесь будет два шезланга таких стоять. Которые сидеть. Стоять в шезлонге, сидеть люди. О, крот, как обычно. Мы уже два раза убирали в этом году. А крот прет и прет сюда, в кострище, землю. Как будто он хочет засыпать. И что, тюльпаны посадить, что ли, сюда? Или какое-нибудь растение. Что-то он мне здесь не делает, кострищик. А намекает, что тут должен быть цветник, что ли. Ну, тоже идея хорошая. Но вот такое красивое место для костра. Костер обычно собирает весь народ. Я имею в виду очаг. Костер это же всегда был при привлечении внимания. Боже мой, запуталась. Ладно, уже разоговорилась. Продолжаем обзор по садам. В общем, здесь я еще посадила вот такие красивые, обалденные. Это, смотрите, какого цвета. Кипарисовики, да. Вот кипарисовик раз, кипарисовик два. Ларсона. Нет, не Ларсона. Не знаю, как называется. Кто знает, напишите, пожалуйста. Вот такой кипарисок. Ну, божечки, ну, посмотрите, какая прелесть. Там метельчатые гортензии, там метельчатые гортензии. И вырастут вот так метельчатые. Тут вот кипарисовики. Это немножко возвысится. И будет слоями так ниже лаванда, вниз и еще верески. Осенние верески. И ой, крот полез сюда. И, значит, он тюльпаны мои съел. Ой, девочки, сегодня я просто в печали. У меня вот тут сидели куча новых. То, что я рассказывала о ролике, где мы с Дашей садили. Смотрите, какие кучи. Прямо на тюльпанах молоденьких. Я садила монохромную посадку одного цвета. Где-то четыре упаковки таких персиковых тюльпанов. Ну, неужели он их съел? Ну, я туда лезть уже не буду. Это очень печально. Если они не расцветут, вот так по контуру. Сейчас я вам покажу. Вот так. Ширик включила вам. Показать вот так по контуру должно было быть вот столечко много тюльпанов. Я не помню, сколько мы садили. Такой ролик интересный, интересный. Я сейчас прикреплю. И вот везде крот. Вы посмотрите. Он прошелся ровно по тюльпанам. То ли он мне съел все тюльпаны. Я буду плакать. То ли он просто подкопал. Но что будет с тюльпанами, я не знаю. Может, мне сейчас ногой просто притоптать это, походить. Я не знаю. Давайте проведем эксперимент. Я похожу по тюльпанам. Может, они еще не взошли. Не знаю. Что мне делать? Посоветуйте. Ну, я же... Вот. Он даже высыпал это все наружу. А вот тюльпан. Смотрите, он выкинул его. Боги, смотрите. Посмотрите, он, наверное, не будет расцветать, что ли. Он его просто выкинул наружу. Вот какой крот вредный. Смотрите. Печаль какая. Девочки, что делать? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот это прелесть. Надо как-то взять перчатки, подкопать туда, убрать эту лишнюю. Я там засыпала такую красивую земельку. Каждой, каждой луковички. А он глину мне тут понаделывал. Еще и выкинул вот эту прелесть. Сейчас попробую ее посадить. Ах, обзор по саду закончен, девочки. Сегодня ждем продолжения. На следующий день, может, я сниму. Потому что это печаль. Я увидела, что он... Представьте, тюльпаны должны расцвести. В ближайшее время, через месяц точно. И вот он взял, нарушил вот так все. Пойду быстрее исправлять и спасать тюльпаны. Спасаем тюльпаны, девочки. Пишите комментарии. Итак, вы попали на канал Любимый сад у Татьяны. Татьяна живет в Минске, в Беларуси. И вас приглашает на свой канал подписаться и быть вместе со мной. И я даю маленькие советики, делюсь своим опытом. А вы поступайте, как вы хотите. Заводите себе любимцев в виде растений. Ну и животных тоже. Наслаждайтесь пространством. Помните, что должны мы быть добрее. И мы делаем мир красивее. Поэтому красота спасет мир. Все, дорогие друзья, подписывайтесь. И ждем весны дальше. Ждем продолжения обзора по саду. Будет называться обзор по саду номер 2. А сейчас назову обзор по саду. Обнаружила проблемку. Спасаем тюльпан. Не знаю, что делать. Подпишитесь, пожалуйста. Ой, напишите комментарий, что мне делать. Пришло время распекировать баклажаны. Вот в такие стаканчики я это делаю. Вот такие красавчики. Аккуратненькие, аккуратненькие. Сейчас все расскажу. Пекировочка баклажанов. Такие крепенькие. Очень аккуратненько будем их пекировать. Для этого я беру стаканчик. И первый стаканчик надрезаю донышко, чтобы были дырочки. А во второй стаканчик я уже поставлю. Потому что, когда я буду поливать, лишняя вода будет скапливаться внизу. Не додрагиваться сильно до корешков баклажана. Посыплю я потом его вермикулитом. Поливать после пересадки я не буду. Потому что земля у меня очень влажная. Пусть приживаются. Стоят они у меня после пересадки не на ярком солнышке, а дни сутки. А после я могу их поставить под фитолампу. Пикируем, пикируем. Уже время пришло. Ну, вот и перчики скоро придут в стаканчики свои. А здесь это малышки. Такие цветочки. Как вы думаете, что это за цветочек? Напишите в комментарии. Я очень люблю его выращивать с семечки. Потому что, посмотрите, какой красавчик. На что вам он напоминает? Если вы угадали и узнали его, напишите, что это за красота. Вот здесь вот еще, смотрите, фиолетовый базилик. Такой вот красавчик. Перчик разных сортов. Уже даже взошли быстрее и догнали помидорки. быстрее, чем остальные растения, которые сидят уже месяц. Вот тут, смотрите, можно даже уже скоро кушать базилик зеленого цвета. Вот так сходит все на окошке. Вот так я надрезаю малышенькую дырочку. И с этой стороны малышенькую дырочку. Через нее вытечет лишняя вода, которая не будет мешать растению. И потом этот стаканчик вставлю сюда. Сейчас пойду насыплю земельки. Вот насыпала стаканчик земли. Немножко примяла ее. Вот. И теперь аккуратненько вилочкой беру баклажанчик. Тут два вместе. Смотрите, я не хочу нарушить ни один из них. Что-то не хочет. Вилочка, давайте ловите. Вот. Так. И выбираем вот этот. И вот вставляем его в стаканчик. Он, наверное, на две недельки потом будет приживаться. Очень аккуратно. Не любит пересадочку. Чтоб потом не болеет. Сейчас поправлю одной рукой. Неудобно. Это была земелька не мокрая. И поэтому придется полить. Но не буду поливать на сам. А просто вокруг аккуратненько. И подцеплю вермикулитом. Немножко он вымазался. Так. И польем водичкой. Но не на него, а по кругу. По контуру. Вот. И сейчас снизу может капать. И мы поэтому вставляем второй стаканчик. Вот. И так оставляем. Ставим. Вот вместе с этими стаканчиками он будет стоять сутки без свет. Ну, без яркого света. Удобрением я буду поливать только спустя недельку. Вот после посадки мы вставляем в наши розы и пионы герцогиня Кристина вот помечена у меня. И вставляем такие таблички. Раньше у меня были бумажные. Присваивала номер написано 36 а здесь 35. Опять какие-то недочеты. Почему 36 написано? Если это номер 35. Не знаю. Сейчас пойду перепроверю. Вот такие недочеты бывают. Так. Мы поставим, чтобы она не мешала. Вот. Будем всегда знать в каком году посадили какой номер. Продолжаем вставлять остальные наши посаженные материальчик. Так. Здесь у нас что? Здесь у нас роза констант. Ищем. Значит, констант. Где наш констант? Вот констант. И вставляем вот здесь розочка номер 38 констант 2024 год. Хорошо. Так. Здесь что у нас? Здесь у нас хайнун уже посажен. Посмотрите, какой красавчик хайнун. Очень красивый. Вот. И берем табличку. 31 номер. У нас номера могут совпадать роз и пионов, но у них своя категория номеров. Номер 31. Вот такой красавчик. Посмотрите. Так. И вот еще одна розочка. Посмотрим. Это лимон рококо. Лимон рококо. Вот. Лимон рококо. Вставляем табличечку за него. Вот. Так. Они у нас в коробках и в мешках. Чтобы не протекало и тут коробка мешок. Мешок разрежется, а коробка прямо в землю потом закопается. Тогда не будет их травмы, они рано расцветут. Вот. Сейчас пойду продолжать садить вот эти два пиона и присваивать им номера и таблички ставить. вот так я рисую схем для того, чтобы не забыть через много лет, где растет какой пион или какая роза. Все. До новых встреч, друзья. А нам светит яркое солнышко через тучки и радует нас. Плюс 9, плюс 8. Какая прелесть. Обзор по саду. Пока-пока. До новых встреч, друзья. Спасаем тюльпан. Дарю сама себе эти цветы. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 А теперь мы с вами и ее режем Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...